Друзья мои, привет! Всем вам, я Димас. У нас Антон, оператор сегодня, как обычно, в принципе. И для вас сегодня будет интересный момент, такое видео. У нас будет Versus Battle царделки и яйки. И это все будет, на самом деле, непросто. Они будут маринованы под пиво, для пива, для водки, под водку. Ну и как бы для людей. Так что готовьтесь, будем заполнять баночки. Пошел я за баночками. А вот и баночки. Мы решили делать не в больших баночках. Как бы смысла нет. У нас компания большая, но баночки маленькие. Пол-литра всего лишь. Мы яйца заранее отварили. Весь процесс они показывали вам. Яйца варить все умеют. Гугл наберите, там все есть. И сарделки свежие, тоже будем их закрывать. Для этого нам понадобятся обычные для маринада специи. Это душистый перец, лаврушечка, перец с горошком и нашим сарделкам нужна будет гвоздичка. Распределяем по баночкам наши специи. Три, три. По три. Как говорят, по две нельзя. Гвоздичка. Ну, тоже по три у нас получится. Не страшно. И перец с горошком по примерно 15 штучек. Перца мало не бывает. Затем наши яйца. Маринад, в принципе, тоже самый. Специи, точнее, к маринаду. Единственное отличие. Перец молотый, сладкая паприка. Не острая. Также раскладываем по баночкам. И перец молотый мы высыпем не в банку, а высыпем в нашу воду, когда мы будем делать маринад. Для чего? Для того, чтобы перец, как бы, специя сухая, она в воде раскроется и даст свой вкус и аромат. Что мы делаем дальше? Мы раскладываем наши ингредиенты. Сарделки. У нас два вида сарделок. Вот такие они толстые, даже не улазили. И маленькие другие сарделки. Скажу, что порвались. Не страшно. Яички. Яйца под шесть у нас. Яйца влезли легко, не как сарделки. Все хорошо. Ребяточки, мы упаковали наши баночки сарделочками и яичками. Сейчас мы туда добавим наши сопутствующие ингредиенты, так называемые. Перец чили, домашний. Вот у нас еще есть вот такой ялтинский какой-то. Потому что все домашнее, выросло. Ну, острый. Хорошо острый такой прям. Делим перцы пополам. И раскидываем по баночкам. Теперь здесь острый. Я нисколько там не преувеличиваю, мам. Такой хороший прям. Сюда зеленый, сюда зеленый. Красный, зеленый. Ну, сделаем острые. Одни яйца, одни сарделки. Чесночок. По зубчику. В каждую баночку. Маринованные соленые огурцы и добавляем в сарделки только наши. Кстати, огурцы любезно предоставила нам теща оператора. Поклонные. Очень вкусные. Просто божественные. Спасибо огромное. Мы рады всегда помощи любезной, предоставленной нам. И лучок репчатый тоже с огорода любезно предоставили нам для нашего видео. И тоже аккуратненько раскладываем по баночкам. Все мы добавили. Ну, ладно, чесночок кинем сюда еще. В наши яички. Как бы яички посвободнее у нас чувствуют себя. Колбаски полотничком все забито. У нас два сегодня маринада. В частности, к яйцам мы будем использовать яблочный уксус. А к колбаскам нашим мы будем использовать винный уксус. Виноградный. Приступим к приготовлению нашего маринада. Что для этого нам понадобится? На литр яиц мы используем яблочный уксус. Идет 150 мл. Для этого мы берем мерник. У нас две банки по 0,5. И наливаем 150 мл. Для наших сарделек мы используем винный уксус. И тоже наливаем 150 мл. Долгий процесс. Вот. Все мы налили наш 150 мл. 250. Соточек осталось на утро. Соточек на утро. Все хорошо. И добавляем уксус. Наш другой маринад. Для сарделок. Мы добавляем нашу сладкую паприку. Для яиц нам нужно побольше... Сейчас я посмотрю, подождите. Да, да. Две-две, а не туда. Да, две туда, две туда. Две такие, две такие. И мы добавляем в наш классический маринад по две ложки соли. В яйки. И в сарделке. Аромат пошел уже, кстати. Чувствуется, пахнет. Интересно было сейчас. Вином. И сахар. Добавляем тоже две столовые ложки. Без горочки. Ну так. Как бы кашу маслом не испортишь. Сюда и сюда тоже две. В принципе, маринад достаточно одинаковый. Как бы с яйцами еще можно экспериментировать как угодно. Все, что угодно можно добавлять. Любые красители туральные. Там свекла, не свекла. Все, что угодно. Мы делаем классику. Мы всегда делаем классику. Да. Кстати. И забыли мы интересный наш ингредиент. Куда же берем? Без рассола. В России без рассола никуда. Маринад для сарделок. Рассол огуречный лучше, конечно. Ну так 150. На глазок. Добавить на глазок всегда хорошо. Наши маринады насыщаются. Обалденный запах. Яблочно-винный у нас тут в помещении. Ждем закипания. Для вас секунда, для нас мгновение. Все, увидимся. Один маринад закипел, второй ждем. Что-то там не кипит. Сейчас его дров подкинем, он закипит. На четверочку. Закипел наш маринад для иичек. До краев. Все, чуть осталось. Естественно, накрываем крышкой и ждем минуточку. Какой аромат винный. Вообще так сшибается. Не представляете. Закипает у нас маринад для наших сарделок. Так называемых, любезно предоставленных магазинам. А не кем мы еще. И мы им заливаем тоже наши баночки. Сарделок меньше воды надо, естественно. Но мы сделали с запасом там и там. И накрываем также крышечками. Аккуратно обратно выливаем. Ну, не страшно, что упал лучок, там, перчик, еще что-то. Как бы все вернется на свои места. Главное, чтобы яички не упали. Когда яички падают, не очень хорошо. И так же выливаем вторую баночку. Опять же лучок у нас камикадзе. Ну, ничего страшного. Четверочку даем. Крюшечки накрываем. Сарделки открываем. И такой же процесс у нас с сарделками. Какой вкусный колбасный аромат у нас. Ждем закипания нашего маринада. Заливаем наши яички. Прекрасный аромат. С лучком, да? Постараемся. Оп, есть. Оп, есть. И закрываем наши баночки. Кстати, сарделки местного производства. Не там, какого-то там московского, столичного. Вот. Естественно, у нас остается там и там рассол. Мы взяли с запасом. Ничего страшного. Немножко у нас тут все пролилось. Как говорится, кто в работе не испачкался и не ошибся, тот не работал. Так что у нас все по-честному. Чуть сардельки лопнули, но это я виноват. Вот в этой баночке, допустим, я их крутил, вертел и они лопнули. Ну, ничего страшного. Яички прекрасно смотрятся. Красивые. Сардельки покрасивее. Вот эти особенно. Вот наши красивые заготовки. Интересные такие получились. Так, мы открыли наши сарделочки. Открываем наши яички. Полегче открылось. маринад. Вот из-за паприки, смотрите, она цвет немножко прозовела. Такой плотненький получился. И наши сарделки достаем. Сейчас будем пробовать, что у нас и какой итог. Начнем с яичек. интересный вкус. Вкус консервации реально. Ну, яйца присутствуют, вкус, но консервированные яйца. Да круто смотрятся. На вкус необычно. Как будто сразу съела огурец и яйцо. Пробуем нашу сарделку. Результат такой же вкус сарделки и вкус маринада. Естественно, мы все запьем пивком. Божественная ботвила. Эта бомба просто заходит. Если взять наши ингредиенты, которые мы вместе консервировали съесть и яичко тут кусочек сарделки. Ништяк. Это пять дней. Малосольные. Так говорят. Если у вас это простоит полгода год, я думаю, точно не испортится. потому что есть у нас вы знаете, можете забить в Китае тысячелетние яйца. Так называют как-то их подобное. Вот они вообще в земле гниют, созревают, там подобное. У нас всего лишь пять дней, очень вкусно. Пиво вообще заходит на ура. Это просто лошадство. Просто можно запивать не прерывать. Наш батон удался. Кто победил, решать вам. Мы довольны. С вас лайк. Был Демат с вами. Как всегда оператор Антон. Всем добра, улыбок побольше. Берегите себя и своих близких. Пока-пока.